В правительстве Севастополя стремятся завершить начатую еще при Украине процедуру приватизации объектов государственного имущества. 1 ноября на пленарном заседании Законодательного собрания города новый директор Департамента по земельным и имущественным отношениям правительства Севастополя Рустем Шаукатович Зайнулин представил информацию по оставшимся 25 договорам. По информации чиновника, 4 уже подписаны, еще 14 ожидают проведения экспертизы и оценивания. По остальным семей, как я уже сказал, мы сейчас просто связываемся с заявителем, остался у них интерес к этому имуществу или нет. В общей сложности бюджет города получит от реализации этого имущества порядка более 88 миллионов рублей. Правительство заинтересовано в том, чтобы завершить этот процесс и получить деньги в бюджет, говорит Рустем Зайнулин. Однако точные сроки заключения всех договоров пока неизвестны. Часть заявителей приходится в буквальном смысле искать. Когда процесс приватизации будет завершен, а деньги поступят в городской бюджет, в Департаменте по земельным и имущественным отношениям правительства Севастополя планируют преобразовать некоторые унитарные предприятия в хозяйственные общества. Смена организационно-правовой формы в первую очередь коснется предприятий, не имеющих государственных функций и несущих сугубо коммерческую направленность. Например, управляющая компания Аптово розничных торговых комплексов, Союз Печать, Севтелеком и другие. Рустем Зайнулин уверен, что этот шаг поможет оптимизировать работу унитарных предприятий. Это позволяет более эффективно использовать и управлять соответствующим юридическим лицом, поскольку появляются здесь органы управления, совет директоров, общее собрание, либо собрание участников, если будет преобразовано в унитарные предприятия, в общество с ограниченной ответственностью. Но и в дальнейшем, если у города Севастополя нет необходимости в сохранении этого юридического лица в собственности, то возможно уже реализация, соответственно, пакета акций или долей с целью привлечения денежных средств в бюджет на развитие города и привлечения, соответственно, инвесторов.